Здравствуйте. Меня зовут Ольга Андреева. Я директор японского центра «Кайдзен» в Краснодаре. Более 12 лет занимаюсь развитием производственных систем и внедрением бережливых технологий на предприятиях разных отраслей. Продюсер Международного саммита умной производственной системы. С 2021 года обучаюсь у мастера ТРИС Валерия Сушкова. Изучаю бизнес ТРИС. И вот в январе как раз закончил обучение на получение сертификата третьего уровня. Ведущая канала в Телеграме «Бережливый ТРИС». Хотела сегодня представить нашего гостя Валерия Сушкова. Как я уже сказала, мастера ТРИС, соучредителя и члена правления Европейской ассоциации ТРИС, вице-президента Международной ассоциации ТРИС «Матрис», президента Международной ассоциации «Бизнес ТРИС». И он является одним из разработчиков ТРИС, уже модернизированный, и бизнес ТРИС. Эксперт, тренер. Среди его клиентов более 700 компаний в разных странах мира. Он участвовал в работе 150 инновационных проектов по всему миру и обучил страшно представить более 7000 человек из 60 стран мира. Валерий, добрый день. Добрый день, Ольга. Спасибо за приглашение. Спасибо, спасибо. Ну и маленькая преамбула, о чем мы сегодня будем говорить. Коллеги, ну многие знают, кто с нами является нашим партнером, и те, кто подключится послушать нашу беседу сегодня. Знаете, что в Россию бережливые технологии пришли в 2000-х годах, в начале. И пионером во внедрение бережливых технологий стала группа ГАЗ. На ее площадке обучалось много менеджеров из разных крупных компаний, в том числе госкорпорации РУСА, РУСАЛ и многие другие. Крупные корпорации начали создавать свои производственные системы, почерпнув основные идеи у Тойота, у производственной системы Тойота. Ну и не умаляя достоинства бережливого подхода в создании производственных систем, я имею в виду Тойотовские методы. Хочу заметить, что развитие процесса непрерывного совершенствования однозначно нужен и полезен. Но для создания производственных систем, ориентированных на новые такие инновационные прорывы, весьма недостаточно. Сегодня требуются новые продвинутые инструменты в поиске таких возможностей. И вот сегодня мы как раз и поговорим о роли инноваций в развитии производственных систем, о законах развития производственных технических и бизнес-систем. И можно ли с помощью ТРИС и бизнес-ТРИС вывести производственные системы и бизнес-системы предприятий на новый уровень развития. И первый вопрос к вам, Валерий, такой. Сегодня бизнесу приходится развиваться, как вы знаете, российскому я имею в виду бизнесу, развиваться в таких быстро меняющихся условиях и в условиях жестких санкций, в такой среде, в которой весьма ограничено количество степеней свободы для развития. Но принимать управленческие решения нужно быстро и, главное, находить правильное решение. В бережливом производстве я, к сожалению, не знаю таких инструментов, которые бы могли справиться с этими задачами. Как вы думаете, как бизнес-ТРИС может помочь руководителям справиться с этими задачами? Ну, смотрите, давайте для начала сделаем небольшой экскурс в историю. Посмотрим, через какие трансформации проходили производственные системы. Первое – это появление мануфактуры, это где-то средние века. Мануфактуры делали одиночные продукты, там не было никакого ни серийного, ни массового производства, только одиночные продукты. Затем, где-то с 18 века, когда началась промышленная революция, основной упор делался на производительность, на количество упущенных товаров за единицу времени. И производительность оставалась в фокусе где-то до 1960-х годов. В 1960-х годах была уже налажена хорошая производственная машина, станки и прочее, прочее, прочее. И тогда упор в конкурентоспособности стал делаться на качестве. То есть, производительность заменилась качеством. Это где-то в 1960-х годах. И основной упор делался на качество. То есть, на качество выпускаемой продукции. Ну и здесь, как известно, Япония во главе с Тойотой возглавила мировую революцию в качестве. Вот это было очень важно. Хотя основные концепции научного подхода к управлению качеством были основаны Демингом. В Британии он попытался внедрить это в Америке. Не очень получилось. Поэтому отправился в Японию. И Япония... Вот японцы это люди, которые стремятся к перфекционизму, как известно. Вот что им мешает в какой-то степени. Вот. Они очень хорошо внедрили у себя концепцию качества. Если в 70-х годах машину Тойота покупать никто не хотел, то в 90-х годах уже все хотели купить Тойоту. Потому что это самая надежная и качественная машина из всех. Тогда Тойота, я помню, стояла на первом месте. Это в 2000 году. По данным немецких агентств по надежности и качеству. А Мерседес был на 28-м месте. Это по оценке немецких журналов. Вот. Но научились делать качество. Для качества есть очень большие фреймворки. Такие как Сиксигма, например. Как тотальное управление качеством. Основанное на научных методиках. Все рассчитывается великолепно. Но в 2000 году люди научились конкурировать в качестве. Страны научились конкурировать в качестве. И на первое место вышли инновации. То есть вот век качества закончился переходом в веку инноваций. То есть вот посмотрите за последнее время развитие мобильных телефонов. Всего прошло каких-то 20 лет. А за 20 лет мобильный телефон перерос из какого-то устройства с кнопочками механическими в целое портативное электронное устройство, выполняющее огромное количество функций. Не только разговаривать. Сегодня, наверное, разговаривает уже мобильному телефону малое количество людей. А все пользуются основными функциями. Просмотр интернета, камеры, видео и прочее, прочее, прочее. То есть это всего за каких-то 15-16 лет. Это очень малый срок на самом деле. Вот. Поэтому мы пришли к инновациям. Чем отличается век инноваций от века качества, века производительности? Тем, что, скажем, в 1980 году или в 70-м году компания могла запатентовать одно устройство и потом 25 лет жить себе спокойно припевающее, снимающее сливки с этого устройства. Потому что 25 лет – это срок, который действует патент. И никто не может производить такое же устройство, как у вас. Ну, производить-то можно, но продавать нельзя. В тех странах, где это устройство защищено патентом. А вот в 2000-х ситуация изменилась. Мы пришли сегодня к тому, что компании, такие как LG, Samsung, даже не патентуют свои новые изобретения. Почему? Потому что считается, что на патент уйдет где-то, то, чтобы получить патент, уйдет 1,5-2 года. А за эти 1,5-2 года уже появится новая инновация. И вот эту инновацию уже, она уже никому будет не нужна. Представляете? То есть, рост, инновационный рост в мире достигает где-то очень экспоненциально. Очень экспоненциальный рост. Я знаю, что в прошлом году в Америке было подано 1,5 миллиона заявок на изобретение. В Китае, кстати, то же самое. То же полтора миллиона заявок на изобретение. Это огромное количество. Естественно, патентные компании не в состоянии разобраться с таким количеством заявок. Ну, это не компания, это государственные компании, естественно. Это не частные компании, которые работают патентом. Но все равно у них не хватает. Смотрю, в Гаге у нас в Голландии расположен европейский патентный офис. У них постоянно вакансии, 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 вакансии. Но к чему приводит эта ситуация? К с ростом экспоненциального внедрения новых каких-то новшеств, что в производственных системах, что в бизнесе. Как мы говорим, лучшее изобретение – это то, которое решает какую-то проблему. Если вы выдаете изобретение, то есть придумать можешь все что угодно. Можно вот взять чашку и приклеить к ней, например, ручку. Это будет изобретение? Да, это будет изобретение. Чашки с ручкой еще не было. Но будет ли удобно этим пользоваться? Во-первых. И во-вторых, какую проблему это решает? Да никакую. Попробуйте идти продать чашку с ручкой. Сколько вы продадите? Вы разоритесь, если начнете выпуская чашки с ручкой. То есть должен быть спрос. А спрос в основном приходится на нерешенные проблемы. Вот хороший пример – это свифер. Вы знаете, что это такое? Это щетка для мытья полов. Ее придумал Procter & Gamble. И в чем отличие? Отличие только в том, что от обычной швабры она отличается тем, что вот эта вот длинная палка приделана к штуке, на которую тряпка обматывается, с помощью шарнира. Поэтому хозяйке, когда она моет пол, теперь не нужно нагибаться, чтобы вымыть где-то там все. Достаточно просто опустить руки. И вот такое простое решение, оно, кстати, было запатентовано в конце 90-х годов прошлого века. До этого никто не знал такой способ. Оно дает Procter & Gamble где-то 1 миллиард долларов в год дохода. Только лицензирование. Вот эти швабры, которые можно было придумать в 13-м веке и сделать. Правильно? Но почему-то до конца 20-го века никто не догадался. Эта швабра почему дает такой доход? Потому что она решает огромное количество проблем. Особенно со спиной. Вы знаете, нагибаться постоянно, когда убираешь, тяжело. Вот. Поэтому эта швабра решила проблему. Вот. И вот все изобретения, которые решают какие-то проблемы, они являются и находятся в каких-то стоимостных рамках. Вот. Они как раз и решают ваши проблемы. И являются самыми эффективными. Но, как известно из истории, каждая решенная проблема порождает 10 новых проблем. Правильно? То есть, когда мы решаем какую-то проблему и вводим какую-то инновацию, появляются действительно новые проблемы, которые нужно решать вокруг этой инновации. То же самое относится и к производственным системам и бизнес-системам. Когда у нас есть бизнес-система, например, компания. Вот. Когда компания предлагает какое-то инновационное решение. Хорошее инновационное решение. Как правило, оно не может предсказать все барьеры, которые появятся на пути внедрения этого решения. И все проблемы, которые окажутся связаны с этим изобретением. Ну, простая вещь. Вы хотите... Мы говорим как? Мы говорим, бизнес-систем, он позволяет накрывать две стороны. Первая сторона. Это инновации непосредственно в бизнес-системе. То есть, в самой компании, которая что-то производит или придумывает или продает. И инновации в тех услугах, мы называем их бизнес-продуктами, которые она предлагает. Вот. Например, у вас есть страховая компания. Страховая компания страхует людей, имущество от каких-то инцидентов и так далее. Так вот, вы можете инновационно развивать саму структуру этой компании. Ну, например, страховая компания имеет страховых агентов. На страховых агентов она постоянно расходует фонд заработной платы, премии и так далее и тому подобное. Вот. Она может что сделать? Она может взять страховых агентов и нанимать и уволить всех, а нанять таких, которые являются фрилансерами. То есть, в этом случае страховые агенты не являются частью компании. Они являются частью того, что мы называем в ТРИС надсистемой. То есть, они отдельно уже в компании не являются сотрудниками компании. Что это им дает? Им дают полную независимость плюс более высокую оплату. Потому что сотрудникам вы платите меньше, чем нанятым фрилансерам, безусловно. Вот. Что это дает компании? Компании не нужно заботиться о фонде заработной платы. Компании не нужно ими управлять, потому что они сами управляемы, фрилансеры и так далее. То есть, смотрите, мы развиваем компанию. С другой стороны, мы можем развивать инновационно наш продукт. Например, мы даем какую-то страховку. Страховка, стоимость страховки зависит от стоимости страхуемых вещей. Давайте сделаем так, что у нас стоимость страховки для всех будет одинаковая. Скажем, если человек хочет что-то застраховать в какой-то момент, он может динамично застраховать, а затем отказаться от этой страховки. Понимаете? То есть, будет не каждый раз рассчитывать новую стоимость страховки, а просто абонементная страховка, скажем так. Вот. То есть, смотрите, я показал две стороны одного процесса инновации. То есть, мы можем совершенствовать как систему, которая развивается, которая сама развивается, и можем совершенствовать продукты, которые развиваются. тоже этой компании. То есть, но в современных условиях действовать нужно десятки раз быстрее, чем раньше. И как только мы сделали какое-то изменение, тут же возникают другие проблемы вокруг этого изменения. Их нужно решать. Огромное количество компаний разоряются, потому что они не в состоянии решить эти проблемы. Вот. Требуются, опять же, инновационные решения. То есть, те решения, которые были раньше, они уже не подходят. Вот. Требуются решения, так называемые, out of the box, вне ящика мышления. То есть, проблемы, которые раньше не решались. Мы не знаем, как их решать. И в отличие от проблем качества, которые являются проблемами оптимизации, по сути дела, мы решаем в инновациях, так называемые, открытые проблемы. Для вас каждая проблема имеет бесконечное количество решений. Это не математические проблемы. Да, это проблемы, связанные с логикой, но они выходят за грани той системы, в которой они решаются на уровне оптимизации. Нам нужно совершенно новое решение. И чем сложнее проблема, тем более широкое пространство решений нам нужно исследовать, чтобы найти одно единственное подходящее решение. А на это нужно время. На это нужно время. Вот смотрите, недавно я решил, есть голландская компания ASML. Она очень известна тем, что производит машины для фотолитографии. Это единственная в мире компания, которая позволяет создавать микросхемы с расстоянием 2 нанометра между компонентами. Больше компаний таких в мире нет. Такая машина каждая, которую они выпускают, стоит 250 миллионов долларов или евро. Ну, неважно. Вот. И у них была проблема, которую они решали 7 лет. А эта компания, как вы понимаете, это лидер в мире. Кроме нее никто такие машины не выпускает. У них задействованы все ресурсы, которые только можно задействовать. Лучший университет со всего мира. Лучшие сотрудники со всего мира. Лучшие компании со всего мира. Вот они 7 лет решали проблему. В течение двух недель проекта, который меня пригласили провести, мы решили эту проблему за 2 недели. Почему? Смотрите, у них раньше были десятки решений этой проблемы. Десятки решений. Но ни одно решение нельзя было внедрить из-за ограничений. То ли стоимостных, то ли производственных, то ли еще каких-то. То есть, понимаете, что мы можем предложить очень легкое решение, но его нельзя внедрить. Вот, например, как сделать автомобиль абсолютно безопасным. Вы знаете, что в мире происходит более полутора миллиона смертей каждый год за счет автомобильных аварий. Как сделать его более безопасным? Сделайте его как танк. Со стенками 20 сантиметров. Все. Никто автомобиль не погибнет. Ну, это решение. Решение. Его можно использовать. Нет, нельзя. Потому что никто не станет тратить на автомобиль 20 сантиметров железа на то, чтобы сделать его стенки 24 сантиметра. Значит, нужно легкое решение. Легкое, но очень прочное. И что это такое? Ага, есть сегодня. Это карбоновые, так называемые, волокна. Да, фиберволокна, фиберволокна. Фиберволокна, карбоновые волокна. Сюда можно сплести машину. Вот. Но проблема очень дорога. Вот это вот, понимаете, если, например, штамповать кузов автомобиля, у вас займет 2 минуты, то сделать оплетку, кузов из оплетки, у вас займет, может быть, 40 минут. Представляете, что такое 40 минут для производства автомобиля? Это огромные деньги. Это очень дорого. Вот. Кстати, я тоже решал такую проблему здесь, когда компания с карбоновым волокном пыталась уговорить BMW использовать их технологии. А BMW, у меня это даже есть видео на эту тему, если интересно, потом могу дать ссылочку. Вот. И чем больше будем выпускать, тем меньше будет себестоимость. Но чтобы больше выпускать, нужно, чтобы больше купили. А где гарантия того, что купят? Нет гарантии. Поэтому никто не боится инвестировать в массовое производство. Понимаете? И вот таких проблем возникают, ну, миллионы, что ли, ежедневно. И если у людей нет инструмента, как решать эти проблемы, а решать проблемы нужно быстро, иначе не вы, а ваш конкурент решит проблему и обойдет вас. Вот. Если нет инструмента, то считайте, вы за бортом. Поэтому ТРИС – это единственный в мире инструмент, который позволяет сократить срок на решение проблемы. Причем много раз сократить срок. За счет того, что он предлагает, во-первых, направление, как искать решение проблемы, а во-вторых, предлагает готовые шаблоны сильных решений. Это не решение вашей проблемы, ничего. Нет. Но это универсальное направление, которые говорят, в каком направлении нужно думать. Но ТРИСа в основном этого инструмента недостаточно. Нужно иметь еще раскрепощенный мозг, чтобы применять эти шаблоны. Вот это вот, наверное, самая сложная часть в ТРИС – подготовить свой мозг к тому, чтобы пользоваться правильно и хорошо, и эффективно, пользоваться инструментами ТРИС. Но… Потому что мы все зациклены на известных каких-то методах, которые либо в институте изучали, либо вот сколько лет, много лет мы их применяем. То, что мы называем психологической инерцией. Совершенно верно. Совершенно верно. Психологическая инерция. Но если освоить эти две вещи, то вы становитесь генератором идей. Вы знаете, вот как раз, к слову, скажем, вчера я как раз беседовал с своим учеником. Он работает в компании «Бош». Ему 36 лет. И он мне сказал, что вчера подвел статистику своих патентов, которые я сделал за три года. За три года его компания оформила на его имя больше 500 патентов. Представляете? Только за прошлый год им было заявлено 180 патентов. Вообще представляете себе такое? Гениально. И ему 36 лет. За три года больше 500 патентов. Это уже рекорд, мне кажется. Я знаю одного ТРИСа в Белоруссии. Его зовут Валерия Ягеичек. Ну, ему уже около 80. Он автор 800 патентов. Тоже сделанных с ТРИС. Очень многие, которые были сделаны с ТРИС. Вчера спрашиваю у Йохема. Его зовут Йохем. Я хочу с ним тоже интервью записать. Через, может быть, месяц-два будет. Как ты умудрился? 500 патентов за три года. Это очень просто. Когда я вижу проблему у нас, я сразу же применяю ТРИС. И я вижу решение. Все. Прекрасно, мне кажется. Так, спасибо. Следующий вопрос. Вот современная модель производственной системы Тойота. Я все вокруг той методики, которая широко применяется. И ее уже очень хорошо опиарили по всем странам мира много лет. Современная модель сформировалась посредством эволюции. То, о чем вы и рассказывали. А вот критерии оценки развития производственной системы у японцев. Три. Точно вовремя. Принцип автономизации ЗИДОКа. Совершенствование производственных процессов. Вот три критерия. Ну, когда они проводят аудит производственной системы, ну, там добавляется опять С, там вовлеченность измеряется в подачу кайзен-предложений. А вот достаточно ли этих критериев сегодня для оценки производственных систем? И нужно ли учитывать законы развития технических систем? Потому что производственные, любые наши системы, да? Компании сами, бизнес-системы. Это все искусственные системы, созданные человеком. Да. То есть нужно ли, да? Что даст бизнесу применение и знание законов развития технических систем? Ну, как вы знаете, не только сегодня существуют законы развития технических систем, которые были выявлены за долгие годы исследований в ТРИС. А законы развития бизнес-систем, которые были выявлены за последние 15-20 лет. Идея суть такова, что любые утилитарные искусственные системы развиваются не хаотически, а их развитие подчиняется неким, ну, более-менее объективным законам, закономерностям, скажем так, тенденциям. Вот. И развитие каждой системы происходит через несколько циклов. Так называемое эскривое развитие. Вот. Ну, мы сейчас не будем вдаваться в детали. Вот. И внутри этой искривой также находятся порядка 35 универсальных линий развития систем. Некоторые линии схожи для технических и бизнес-систем, некоторые линии разные, но в целом подход, философский подход к выделению этих линий, он один и тот же. Вот. Смотрите, вот вы назвали три критерия, а я скажу, что абсолютно недостаточно этих трех критериев сегодня. Почему? Потому что сегодня, вот вы знаете, наверное, индустрии 4.0, промышленность 5.0, все эти подходы. Во-первых, это то, что называется создание умных систем. Так же, как и вас сами. Вот. Что такое умное? Это адаптивная система. То есть, я бы поставил четвертый критерий. Это насколько система адаптивна к изменениям, которые происходят на рынке и требует перемены или адаптации как бизнес-структуры, так и производственной структуры предприятия. Вот. Это крайне важный аспект. Вот. То есть, вы даже знаете, что сегодня в России, вот возьмите российскую стацию, когда автомобильные компании поуходили, заводы оставили. Вот. И пытаются приспособить эти заводы для производства каких-то других автомобилей. И те, для которых они были предназначены. Вот. Первый у нас АвтоВАЗ. Да. Они купили японские заводы, в том числе, там, вот, я знаю, недавно прочитала, завод Ниссан в Санкт-Петербурге. Конечно, это процесс адаптации. Он будет очень сложный, может быть, длинный. Да. Его необходимо сокращать. Правильно? И вот я слышал, что для каких-то заводов это, в общем-то, ну, не скажу, что очень просто, но проще гораздо, чем на других заводах этот процесс адаптации. Вот. А в мире сегодня приходится останавливать производство и перестраивать производство, чего-то, на что-то новое, буквально за минуты. Не то, чтобы там за месяцы и годы, а за считанные дни, чтобы оставаться в потоке. Ну, как во время пандемии, согласитесь, да? Да. Аппараты искусственной вентиляции легких можно было перестроить производство, чтобы производить эти аппараты быстро. И вот, например, в законах развития систем, бизнес-систем, есть, например, такой закон, как линия, линия развития, которая называется линия динамизации. Динамизации системы. Она состоит из пяти шагов. Первый – это неизменяемая система. Второй шаг – это система из нескольких подсистем с гибкими связями между подсистемами. Затем система из множества подсистем с гибкими связями. Затем эти подсистемы динамично появляются и исчезают. И самая последняя стадия развития – это динамично появляющаяся и исчезающая система. Понимаете? То есть, вот каждая… Вот эта линия показывает, какие шаги динамизации проходят каждая из систем, которые появляются в мире. Бизнес-системы, технические системы – неважно. Вот. То есть, идея такова, что у вас система, которая состоит из одной монолитной части, динамизируется, распадается на несколько подчастей. И эти подчасти начинают гибко связываться с друг с другом. Но это происходит только в том случае, если есть влияние внешней среды. Вот, например, чашка. Ее изобрели тысячу лет назад, и она ни на что не распалась. Правильно? Но когда вы идете в поход, вы не хотите тащить большую чашку с собой. Она займет место. Поэтому она динамизировалась. Есть так называемые телескопические тяжкие. Знаете, телескопические? Да, да, да. Терпу складывается, а нужно раскрыл. Пожалуйста, вот вам решение. И места не занимает. Да. Компания Microsoft в 80-х годах точно так же распалась на множество подсистем. И более того, Билл Гейтс тогда ввел правило, что одна подсистема должна продавать результаты своей работы другой подсистеме. Видите? Сегодня огромное количество предприятий состоит из множества юнитов, которые, в общем-то, автономны, независимы, но работают друг с другом как единое целое. И вот организовать такую работу достаточно сложно. Поэтому есть другая линия. Линия управления, повышение управляемости. Если вы знаете все эти линии, вы можете оценить место вашей бизнес-производственной системы на точке S кривой, то вы четко знаете, какие дальше усовершенствования могут быть сделаны для вашей бизнес-производственной системы. Это лучше, чем гадать, что делать, и идти в неверном направлении. Поэтому, конечно, знание необходимо. Но для бизнеса мы 31 линию используем эволюции. Да, 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 да. Для бизнеса. Для технологии 35. Спасибо. И вот продолжим тему развивать про S кривые и про переходы. Ну, понимаете, что переход на новую инновационную S кривую может произойти, в принципе, в любое время. Да. Да. Но, тем не менее, это не гарантирует успеха нового продукта, с которым вы перепрыгнули на другой уровень с кривой, услуги или там бизнес-модели. Вот как предвидеть такой скачок, когда он может произойти, и снизить риски с помощью инструментов бизнес-тресс. Если можно, и примеры приведите. Ну, смотрите, здесь вот мы говорили о воронках. Помните, три воронки? Да. То есть воронка. То есть развитие, как известно, идет диалектическое. Мы, рожденные в Советском Союзе, помним еще слово диалектика. Здесь на Западе, кстати, его практически не знаем вообще. Что такое диалектика? Диалектика – это постоянное развитие, пока мы не упираемся в противоречие. Затем устранение этого противоречия и дальнейшее развитие. Так вот, для производственных, для бизнес-систем всегда есть три голоса, которые влияют на это развитие. То есть каждый голос создает свою собственную спираль. Первый голос – это голос рынка, который чего-то требует. Второй голос – это голос бизнеса, который отвечает на эти требования рынка. И третий голос, который до 30 был неизвестен, так называемый голос продукта. Голос продукта – это тот, который показывает, что продукт тоже развивается. Соответственно, требованием рынка идет развитие продукта. Но одновременно развитие продукта идет так, что создает новые рыночные потребности. Например, вот изобретение электрической лампочки вместо свечи. Оно было невозможно. Рынок не требовал ничего. Рынок был, пока до 19-го века, до 20-го века все освещалось свечами или газом потом. Рынок не требовал другого ничего. Но как только появилось электричество, все, рынок стал требовать электрические лампочки. То есть, такой пример. Ну, а иногда, например, корабли. Рынок требует все большего и большего водоизмещения кораблей с самого начала эволюции кораблей, кораблестроения. Вот. Не важно, что там предлагает наука. Вот. То есть, две такие разные вещи. Так вот, нужно всегда отслеживать в вашем бизнесе все три голоса. И нужно отслеживать голос рынка. Нужно понимать, из чего состоит рынок. Вот есть такое хорошее слово «маркетинг». Сегодня почему-то практически все маркетинг приравнивают к продажам. Но никакого отношения к продажам маркетинг вообще не имеет. И реклама. Нет, реклама. Маркетинг – это не продажа и не реклама. Маркетинг – это исследование рынка. Вот простой пример приведу. В начале 2000-х произошло массовое производство мобильных телефонов. Мобильные телефоны рассчитывались на бизнес-сегмент. Они стоили где-то 1000 евро за штуку. И одна минута разговора стоила где-то, ну, тогда евро еще не было, доллар за штуку, доллар за минуту. Вот. Поэтому, естественно, бизнес раскупил мобильные телефоны. Компании продолжали их выпускать. И произошло затоваривание. Вдруг резко снизились продажи мобильных телефонов. А компании так и продолжают выпускать. Что делать? И я помню, я проходил этот процесс, читал в журнале «Тайм», там, «Бизнес-вики» и прочее. Все, все, что все. Наблюдал эволюцию этого процесса. Еще удивлялся, как они не могут ее решить. Я своим «Москвистрицам» его уже давно решил. Вот. И произошел затоваривание склада. Ну, что такое? Потому что бизнес-сегмент закончился. А потребительский человек обычно приходит в магазин, смотрит, тысячи долларов за телефон. Извините, это дикие деньги. Вот. Поэтому команда компании Verizon в 2003 году решила изменить бизнес-модель продажи телефонов. Вместо продажи одиночного телефона сразу она предложила продавать по двухгодичным планам. До стоимости телефона разбивалась на 24 месяца. Вот. Плюс давались там бесплатные минуты, час бесплатных минут. Ну, а теперь человек приходит, видит тот же телефон, только он стоит уже 50 долларов, а не 1000 долларов. Ну, что это 50 долларов? 50 долларов – это нормальные деньги, которые можно легко достать из кармана и потратить. Все. С этого момента начался взрывной. Взрывная продажа. Смотрите, ничего не изменилось. Изменилась только бизнес-модель. Так вот, почему эти компании, которые продолжали выпускать и затоваривать склады этими телефонами, продолжали это делать? Потому что… Инерция. Инерция, да. Инерция. То есть, не было маркетинга поставлено. То есть, они считали, что потребительский сегмент будет точно так же покупать телефоны, как и бизнес-сегмент. Ну, вы что? Такого никогда не бывает. Сказалось бы, очевидная вещь, но это психологическая инерция. Это психологическая инерция сработала. Если бы они оценили сначала, что спрос на потребительском сегменте будет гораздо ниже, вот этих телефонов конкретных, они бы предоставили другие модели, которые гораздо дешевле. Понимаете? То есть, либо же изобрели бы эти новые модели, без смены бизнес-модели. То есть, всегда любую задачу можно решить либо технически, либо бизнесом. Понимаете? Способом. Либо делать новые модели дешевые, либо изменить бизнес-модель. Вот что они сделали? Изменили бизнес-модель. Но всегда нужно отслеживать все три фактора. Да. Да. Насколько вот моя практика позволяет судить, что действительно, даже когда приходишь в компанию, вот отдел маркетинга, это в сфере услуг. Берем сферу услуг, да? Отдел продаж отдельно. Отдельно продажники. Вот это очень плохо. Нам нужно их объединить. И действительно, руководители и собственники так и считают, что маркетологи должны работать на то, чтобы продавать. А то, что нужно развивать продукт и выводить его совершенно на другой инновационный уровень, ну, как бы их мало заботит. А вот продажи – это да. Продажи, доходы, прибыль. Это так и есть. Поэтому появляются часто подрывные инновации. Подрывные инновации, когда у вас параметры продукта не меняются, но резко снижается его стоимость. И все. И подрывная инновация убивает лидера. Каким бы… Вот вспомните компанию Кода, которая существовала больше ста лет. Где она сейчас? До свидания. Ну, да. Да? Потому что не захотели, не поверили в то, что цифровая фотография… У меня был очень хороший случай в 98-м году, когда я им доказывал, что ребята, пройдет пять лет, и вы вылетите с рынка. Меня не поверили. Ну, прошло пять лет, и они вылетели с рынка. Ну, да. Так же, как и Netflix, да? Конечно. Абсолютно. Очень много таких компаний. Просуществовали больше ста лет. Ста лет. Казалось бы, накопили гигантский опыт. И практику, управление. Ну, нет. Хорошо, спасибо. Сказалось. Валерий, в апреле вы планируете прилететь в Сочи. Да. На наш юбилейный 10-й международный саммит «Умные производственные системы». Мы вас очень ждем. И, ну, и как один из разработчиков «Бизнес ТРИС», наверняка вам будет интересно пообщаться с руководителями российских предприятий. Вы очень давно, как говорили, не были в России, да? Да. Нет, ну, в России я был в 2019 году, последний раз. Ну, это очень редкие визиты были. Ну, среди наших участников будут компании, которые уже имеют департамент ТРИС, работают. Ну, вот вы знаете, как преподаватель, как мастер, что в России «Бизнес ТРИС» только вот последние несколько лет начал, да? Приходить. Да, в 19-м году, когда я перевел свои курсы на русский язык и стал обучать русскоязычную публику. Ну, сейчас неплохая комьюнити собралась. Я думаю, что это за этим будущее, что это от использования как ТРИС, так и классической ТРИС, как вы называете, железной ТРИС и бизнес ТРИС. У нас, естественно, будет серьезная польза нашим компаниям. Конечно, безусловно. И я думаю, что, ну, предлагаю вам продолжить наши беседы. Мы можем поговорить о качестве, поговорить об инновациях. Да? Отлично. Спасибо за ваше время. Спасибо, Ольга. Да, спасибо большое. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...